Потомственный педагог, депутат и, наконец, самый молодой ректор в истории самого авторитетного вуза страны. Крупным планом Марат Жилинский. Это назначение было неожиданностью, как гром среди ясного неба. Это, безусловно, для меня был знак. Лидерами рождаются или руководителем можно воспитать? Становится. А как не сгореть на работе? Вот здесь должно быть горячо, а вот здесь должно быть холодно. Реально ли соперничать с Гарвардом и Кембриджем? Наши кадры готовят наши кадры. Но даже вопрос не в деньгах. Это вопрос удержать этого специалиста здесь. И, конечно, личное. О далеком прошлом... Я в школе тоже был не ангел. ...и личных принципов. Я себя считаю жестким руководителем. Бизнес и друзей, родственников нет. В преддверии Большого юбилея Академии Управления крупным планом ректор Марат Жилинский. Смотрите прямо сейчас. Марат Геннадьевич, 29 января Академия Управления при Президенте Республики Беларусь, которую вы возглавляете, исполняется 25 лет. Нас с вами объединяет не только достаточно редкое имя, и не только то, что мы оба закончили Академию Управления. Что самое интересное, как оказалось, когда я ознакомился с вашей биографией, и я и вы были назначены на эти должности, будучи еще слушателями Академии Управления. Но при этом вы стали самым молодым ее ректором в 38 лет. Я проверил лично. Это назначение было неожиданностью? Для меня это было неожиданностью, я вам сразу скажу. Для меня это было предложение неожиданным. А как восприняли ваши однокурсники, те, кто с вами учился в тот момент? Когда ребята мои узнали о том, что я назначен, учитывая то, что у нас в Академии есть Wi-Fi, и там ребята по интернету на Белту залезли, и мне потом уже рассказывали, что начали друг друга смс-ками забрасывать, что Марата назначили ректором Академии. Мы у всех ошарашенные глаза, чуть не сорвали пару, которая в это время шла. Но тем не менее, мне потом посыпались смс-ки, поздравления от моих ребят в группе, с которыми мы очень дружны, со многими сейчас до сих пор и общаемся, созваниваемся. На ваш взгляд, сегодня молодые люди с охотой идут в Академию управления, понимая, что они потом, возможно, будут работать на госслужбе? Вы знаете, наверное, правильнее сказать, осознанно. Осознанно почему? Потому что те, кто поступает в Академию, а вот прошлая приемная кампания показала, что в Академию идут, молодежь идет, и сами результаты приемной кампании впечатляющие на самом деле. Почему? Потому что у нас очень серьезные конкурсы состоялись. И конкурсы, где на место востребовано было и 2, и 3 человека, и достаточно высокие баллы по ЦТ. И пообщавшись потом с ребятами, уже поступившими, я увидел, что мы с коллегами вот общались, определили, что дети идут осознанно, делав свой выбор. Мы проводим постоянно и тестирование, и анкетирование, анонимное. Мы интересуемся мнением, в первую очередь, наших и пятикурсников, и четырехкурсников, и первокурсников. Мы мониторим, так скажем, эту ситуацию. И я хочу сказать, что в сравнении с предыдущими годами у нас есть тренд, вот эта тенденция к тому, что ребята идут именно что осознанно. То есть тренд идти на государственную службу становится быть модным, даже я сказал. Даже так? Да, даже так. Мы провели небольшой опрос. Мы опрашивали слушателей, бывших слушателей Академии Управления. При каких условиях, звучал вопрос, Академия Управления будет близка к идеалу? И чего ей не хватает на сегодняшний день для этого? С точки зрения обучения, конечно, это большое подспорье для состоявшегося, может быть, руководителя, для начинающего руководителя. Но с тем же хотелось бы, наверное, больше реальной практики и общения с руководителями, которые создали предприятия, которые поднимали их для того, чтобы они с точки зрения жизни, жизненного пути рассказали, с какими проблемами они сталкивались с жизнью, насколько было трудно, легко и насколько был этот путь либо тернистый, либо спокойный, и что мешало, и что помогало с точки зрения законодательных актов. То есть, насколько они работают на практике, и как вообще это все происходит в жизни. На мой взгляд, положительным было бы еще использование стажировок по данному направлению. Насколько я знаю, в период нашего обучения, непосредственно, когда я проходил обучение, у нас не было организовано вот эти стажировки, но вот в последующем, в 2014 году, в 2015, есть у меня коллеги, которые говорят, что уже в Академии управления, в принципе, это применяется. И люди активно уезжают, в том числе за границу, и изучают передовой, международный опыт в сфере управления. Для наиболее плотного и улучшения качества подготовки сотрудников, хотелось бы на практических занятиях видеть специалистов, как с Министерства иностранных дел, так же и международных отделов администрации, которые работают вновь в открывшихся регионах. Их опыт, их практика для нас будет в последующем наиболее благоприятна для решения задач, стоящих перед нашими ведомствами. То есть, как видите, главный тренд это практическое насыщение? В точку, все, что сказано, в точку. Все эти вопросы, вот, действительно, мы ставили с самого начала, и требования как раз, вот, и руководство, что практика, теория одно, должна быть практика. Мы должны вот эту вот теоретическую часть совместить с практической. Вот как раз с этого года, с 15-го года, мы пошли по пути приглашения, в том числе, высших должностных лиц страны, практиков от министерств, ведомств, организаций государственных, которые приходят в аудиторию. Мы их просим, они приходят в аудиторию, и они конкретно, даже может даже так получиться, что министр стоит за трибуной, в это время за партой сидит его подчиненный или подчиненные, или же коллеги его по работе, но с других ведомств. И вот это общение между собой, в том числе, дает очень серьезные оплоды. Мне бы хотелось затронуть тему подготовки управленцев на базе Академии управления. В свое время глава государства четко обозначил, наверное, основные проблемы, которые были присущи Академии управления. Основная проблема в том, что Академия является, по сути, рядовым вузом, а не вуз вузов, кузница действительно высокопрофессиональных, высококвалифицированных кадров. И глава государства поставил задачу совершенно четкую перед Академией, о том, что Академия должна создать систему отбора, подготовки и в последующем мониторинга карьерного роста конкретных управленцев. Это как из руды нужно научиться выделять драгоценные камни. Я хотел бы напомнить цитату главы государства. Все чаще на госслужбу попадают люди не те, которые должны там быть, а те, которые боятся или не хотят проявлять инициативу, самостоятельно принимать решения и нести ответственность за результат. На сегодняшний день такая система отбора, подготовки и мониторинга, она создана? Мы ее создаем. Хочу сказать, что надо осознавать факт того, что вырастить, воспитать современного управленца это достаточно процесс долгий и достаточно процесс дорогостоящий. За год, за полгода эту проблему не решить. Но задача стоит и вопрос есть, вопросы есть. У нас достаточно есть очень серьезный опыт советской модели управления, богатейший опыт, безусловно. Но мы понимаем, что мы находимся в тех реалиях, в современных условиях. Но они очень изменились за 20 лет. Совершенно верно. Нужны управленцы новой формации, нужны управленцы, которые думают совершенно по-другому. Нужны управленцы, которые моментально, молниеносно реагируют на те или иные изменения. Я уже не говорю глобально, но конкретно на своем предприятии, своей организации. И вот в этот вопрос подготовки, отбора, мониторинга, он очень важен. Неограненные бриллианты еще в виде алмазиков мы должны даже искать в школе. А хотят ли они? Тут же вопрос... Обязательно. Должны быть две составляющие. То есть надо хотеть, уметь и знать. Любой талантливый человек, музыкант, это не значит, что он управленец. Если он великолепный художник, это не значит, что он управленец. Бывает наоборот, что... Знаете, я в школе тоже был не ангел. И поведение у меня было достаточно, если уже так сказать, мои учителя, наверное, смотрят меня сейчас. У меня постоянно было то нео, то удовлетворительно. То есть я был достаточно юркий, бойкий такой мальчишка. Но вот как раз, наверное, может быть, надо определять вот эти критерии, чтобы эти алмазы искать. Здесь в академии их шлифовать и привлечать их в бриллианты. К вам уже обращались за тем, чтобы вы посоветовали, рекомендовали кого-то на конкретную должность? 40 минут назад. Я, во-первых, каждую неделю постоянно подписываю различного рода запросы, характеристики на тех или иных людей, которых рекомендуют на те или иные должности, допустим, в районах наших, в Беларуси. И, конечно, ко мне идут звонки, допустим, вот, а можно ли узнать, вот, человек у вас обучался, а что он из себя представляет. То есть это уже обычное явление? Вы знаете, это, да, обычное явление. Смотрите далее. Наши кадры готовят наши кадры, да, и мы постоянно, нам в протяжении многих лет варились в собственном соколке. Ну, даже вопрос не в деньгах. Это вопрос удержать этого специалиста здесь. На кого мы можем равняться сегодня? Система управления в Европе – это что-то вроде бы, вроде советской системы, кстати. Годовая зарплата премьер-министра Сингапура – около двух миллионов долларов. Вот сколько должен получать, на ваш взгляд, белорусский министр? Крупным планом ректор Марат Жилинский. Крупным планом ректор Марат Жилинский. Смотрите прямо сейчас. По каким критериям на сегодняшний день можно, на ваш взгляд, оценивать управленца, современного управленца? Обыденные вот эти вещи, конечно, порядочность, честность – это понятно. Он должен чувствовать в себе уверенность в том, что он сможет принимать те или иные решения. Хотите, даже скажу, самую, наверное, самую главную проблему управленца современного? Я сам по себе это чувствую, даже как управленец конкретной организации. Это взять на себя ответственность в принятии того или иного решения. Когда ты его, это решение принимаешь, ты понимаешь, что оно выстрадано, и оно популярное, это легко делать. Когда решение не популярное, но ты знаешь, что это надо делать. И ты понимаешь, что в какой-то степени ты заберешь от себя бонусные очки, те, которые есть. То есть воспринято будет по-другому. Но ты понимаешь, что этот эффект произойдет через полгода, через год. То это решение надо принимать. И, конечно, это вот опаска брать ответственность на себя, опаска перестраховаться, закрыться бумагой или письмом, или каким-то согласованием. Это присутствует, это серьезная проблема. Не проще ли в этой ситуации пойти по пути спортивных функционеров, когда сюда приглашаются легионеры, и игроки, и тренеры, которые, скажем так, иногда гораздо лучше наших собственных специалистов могут решать конкретные задачи? Может быть, это выход? Безусловно. В частности, мы, кроме того, что мы приглашаем наших руководителей, наших управленцев, которые сейчас возглавляют министерство ведомства, мы приглашаем специалистов из рубежа. У нас на постоянной основе читают лекции профессор из Южной Кореи, у нас на постоянной основе работают специалисты из Китайской Народной Республики. То есть это уже сейчас как система? Это системная работа, мы пошли на это осознанно. Более того, мы просим наших коллег, которые... А, у нас есть специалисты со Швеции, которые у нас двухнедельные постоянно курсы. Они читают нашим ребятам курсы по управленческой тематике, в том числе у нас обмен со шведами есть определенный. Вот в марте поедет наша группа туда, тоже обмениваться опытом. И мы договорились с нашими иностранными коллегами, нашими вузами-партнерами, что если мы обмениваемся делегациями, в том числе на уровне, в высшем уровне, то вот мы просим, в том числе руководство этих вузов, прочитать лекцию две для наших слушателей. И вот недавно буквально у нас был ректор дипломатической службы МИДа Российской Федерации Бажанов. Он человек достаточно авторитетный в кругах российской дипломатии. И для нас, конечно, была уникальная возможность этого человека просто вытащить в аудиторию. Он согласился. И, конечно, это был просто мастер-класс. Наши кадры готовят наши кадры. И мы постоянно, на протяжении многих лет, варились в собственном соку. Вы не думали над тем, чтобы несколько иначе подойти к вопросу? Допустим, вместо подготовки ста слушателей найти 10 потенциально хороших или потенциально талантливых управленцев, сформировать группу и ежегодно отправлять такую группу, там, 10 человек, за рубеж куда-нибудь в Оксфорд или в Кембридж. То есть государство получит потенциально классных специалистов, подготовленных за рубежом, которые, естественно, с помощью своих связей будут помогать государству решать многие проблемы на сегодняшний день. Над этой идеей вы не думали? У нас эта идея реализовывается. Но, конечно, не Оксфорд, не Кембридж. У нас есть группы, которые стажируются за границей. Это страны Европы в том числе. Причем это Германия, Италия, Франция. И мы формируем специально группы под те потребности, именно под те потребности тех специальностей слушателей, которые они представляют. То, что вы сказали, подготовку на таком высоком уровне, это достаточно, конечно, интересная мысль. Мы над ней тоже, безусловно, думали. Но надо осознавать, безусловно, что это процесс, конечно, и само действие очень дорогостоящее. Но даже вопрос не в деньгах. Осмелюсь сказать о том, что это вопрос удержать этого специалиста здесь. Ну, это опять же контракт потом? Безусловно, безусловно. И этот точечный товар, так называемый, штучный товар, я бы сказал, этот штучный товар, безусловно, нужен, необходим. Его надо именно задачивать под потребности нашей страны. Вы повладеете ситуацией, как в других странах происходит обучение управленцев. На кого мы можем равняться сегодня? Идеальной вообще системы управления, подготовки, в том числе кадров, в мире не существует. Но у нас есть позитивный и положительный опыт, например, Казахстана. Казахстан в системе подготовки кадров продвинулся очень далеко. Вертикальная, горизонтальная система подготовки, система подготовки кадров, программа «Башалак», вот эта вот знаменитая, когда специалисты посылаются за границу, кладываются огромнейшие деньги, но там тоже есть вопросы определенные. У нас есть позитивный, интересный опыт, который сейчас внедряется Российской Федерацией. Европейский опыт тоже интересный, кстати. И мы недавно собирались с нашими коллегами, обсуждали, что на сегодняшний день система управления в Европе – это что-то вроде бы советской системы, кстати. Когда была партийная номенклатура политическая и хозяйственно-административная. Там происходят те же процессы, только на других немножко уровнях. Соединенные Штаты Америки имеют свой уникальный опыт уже, так скажем, определяемый уже столетиями. Постоянные тренинги, постоянные экзамены государственных служащих, кстати. То есть каждый государственный служащий раз в год должен пройти экзамен, тест. Мы к этому тоже идем. Мы ни в коем случае не должны отстать от другого мира. Это вот самый главный критерий, по которому, так скажем, мы работаем. Вас называют корректным руководителем. И мне лично очень интересно, это как следствие воспитания или следствие все-таки знания основ управления? И может быть все-таки эффективнее иногда стукнуть кулаком по столу? Для меня, честно говоря, даже приятно слышать, но я себя считаю достаточно жестким человеком, жестким руководителем, потому что, собирая даже своих коллег, они знают, что за мной не станет дело и стукнуть кулаком. Не станет за мной и потребовать, так скажем. Но стараюсь выслушать людей, стараюсь услышать мнение каждого. Мало кто знает, что вы являетесь до сегодняшнего дня действующим депутатом Палаты представителей. На общественных началах, уже на общественных началах предстоят парламентские выборы в этом году. Вот на ваш взгляд, что будущий кандидат должен пообещать избирателям для того, чтобы вы его избрали? И что пообещали вы, когда вас избирали? У меня один из жизненных принципов – никогда никому ничего не обещать. Но если ты пообещал, это принцип, который в свою очередь когда-то мой отец, я еще был подростком, когда он у меня учил жизни, так скажем. Он говорит, Марат, если ты пообещал, вот тогда в этом случае ты должен разбиться в доску. Но ты должен это сделать. Обещать – это значит брать обязательства. Причем брать обязательства непосредственно выполнить то, что ты сказал. Человек, который сейчас идет на выборы, должен понимать прекрасно, что тот электорат, тот представитель того округа, которым он идет, они должны услышать от него понятные, доступные для его понимания вещи. То есть касающиеся конкретно данного округа? В том числе. Это была основа вашей программы? Это была основа, наверное, любой программы, любого кандидата. А чем вы конкретно шли на выборы? Я шел конкретно с вопросом единства, с вопросом того, что, в первую очередь, если так брать глобально, что я не сторонник каких-либо революций, из каких-то потрясений. Процессирую Столыпина, когда он обратился в Государственную Думу, «Господа, вам нужны потрясения, нам нужна Великая Россия». Нам не нужны потрясения. Но мы конкретно каждый на своем участке должны делать так, чтобы, даже общаясь с людьми, вот точечно удовлетворять, в том числе, те или иные, так скажем, запросы и требования, в том числе депутатского корпуса, каждый на своем месте. Но мы единый народ, мы единая нация. Вот надо понимать факт того, что наше счастье в нашем единстве. И вот когда с людьми общаюсь, я вот вспоминаю сейчас свою предвыборную, когда, конечно, есть проблемы и в экономическом плане, и в финансовом плане, но это все решаемо. Но это решаемо не в одиночку, это решаемо только всем вместе. Когда с людьми общаюсь, говоришь о том, что, вы посмотрите, насколько мы не замечаем то, что у нас есть, когда ты берешь за правую руку ладошку своего маленького сынишки, а в левую берешь своей дочурки, и ты идешь, светит солнышко, искрится снег, и ты не ощущаешь того, что где-то там взрываются и снаряды, и свистят пули, вот осознание того, что это есть у нас, мы этого не ценим. И у людей меняется моментальное мировоззрение, меняется совершенно понимание того, что что не имеем, не храним, потерявши, плачем. Вы готовите управленцев на сегодняшний день. А в вашей семье кто главный? На сегодняшний день в моей семье главная трехлетняя дочка. Как ни странно, но вот кто управленец с большой буквы, так управленец. Будем надеяться, что она будет спать, когда будет выходить программа, этого не услышим. Да, но если серьезно, конечно, у нас с собругой паритетные отношения. Но вы очень уважительно говорите о своем отце. Это пример для вас в жизни? Безусловно. Более того, этот пример, который я понимаю прекрасно, что чего бы я в жизни не достиг, я не достигну той планки, которую достиг отец. Я объясню почему. Потому что в жизни сложилось так, у нас была очень серьезная в семье трагедия. Когда еще даже меня не было на свете, отец, будучи директором школы, ну, так скажем, выполняя свои обязанности, он получил огнестрельное ранение, вот в ходе которого ему была ампутирована рука. Но отец выдержал, и более того, отец сделал карьеру, отец сделал свое имя, отец защитил диссертацию, отец вырастил нас троих, мы получили образование, наша семья никогда ни в чем не нуждалась, мы жили в достатке, то есть это все. Отец построил дом одной рукой, я ему подросткам помогал, если что-то поддержать. И, конечно, это тот пример жизненный, который, наверное, он перед глазами всегда. И чтобы каких бы карьерных взлетов как бы я не достигал, я понимаю прекрасно, что я этой планки все равно не достигал. У нас остается традиционный для программы Блиц-опрос. Руководителем рождаются или становятся? Становятся. Годовая зарплата премьер-министра Сингапура около двух миллионов долларов. Это в пять раз больше заработка президента США. Вот сколько должен получать, на ваш взгляд, белорусский министр? Хороший вопрос. Отделавшись ответом достойная, наверное, вы хотите услышать конкретную сумму. Я хочу услышать вас. Вы знаете, я бы сказал, что зарплата министра в пять тысяч долларов в современных реалиях, я думаю, что это зарплата министра. Вы скорее взяли бы на работу друга или профессионала? Ни в коем случае друга. Категорически нет. Если хочешь поссориться с другом, это значит, или одолжи ему денег, или возьми на работу. Знаете, в бизнесе иногда говорят, в бизнесе друзей и родственников нет. На ваш взгляд, лучший руководитель управленец? Это женщина или мужчина? Я вот сейчас машинально так вспоминаю, кто у нас женщины-управленцы. Качанова Наталья Ивановна, Ермакова, Ермошина, Катковец, Щеткина Марьяна Кензиновна. То есть спектр налицо. То есть сравнить нельзя? Сравнить нельзя. И мне вспоминается, я могу ошибаться там 2-3 процента, по-моему, больше 45 процентов на сегодняшний день у нас в стране женщины-управленцы. А как не сгореть на работе? Наверное, вот здесь должно быть горячо, а вот здесь должно быть холодно. Наверное, вот этот паритет, потому что если будет здесь гореть и здесь гореть, можно сгореть. Ну и, конечно, это отдушина в виде виноделия, в виде семьи, наверное. Семья, это, конечно, сгореть на работе, в том числе, вот когда в семью приходишь, это когда к тебе бегут, вот ручонки тянутся к тебе, ты забываешь все, абстрагируешься, конечно. Наверное, и семья тоже. Последний вопрос. Вы лично, кто в большей степени управленец или тот, кто учит быть управленцем? И более того, добавлю, кто учится быть управленцем. В.П.В. Я искренне скажу, что получил огромное удовольствие от общения с вами. Единственное пожелание, наверное, которое остается, и оно лежит на поверхности, я бы просто хотел, чтобы ваши идеи, которые вы сегодня озвучили, и ваше четкое понимание тех задач, которые стоят перед Академией управления, они не только составили процесс, о котором вы говорите, но чтобы уже в какой-то ближайшей перспективе, а это действительно нужно и Академии, и стране, они уже получили логичный результат. Я искренне желаю вам успехов. Спасибо. Спасибо.